привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур сегодня в рубрике пер инди-хоррор почему-то последнее время говорю вместо инди-хоррор первый взгляд мы посмотрим игру астерион или астерия как говорит эта дама эту игру я нашел где-то на месяц полтора назад с тех пор она лежит у меня на винте пришла пора ее посмотреть проснись говорит брат так много времени прошло я так рад снова тебя увидеть это очередной инди-хоррор на unreal engine и что означает как минимум очень крутую графику насчет всего остального пока что как-то в последнее время хорроры на unreal engine не радовали будем надеяться с этим такая история не повторится ну и что у нас прекрасный какой-то дом викторианской эпохи такой очень красивый с резным деревом вокруг но сами мы при этом какие-то ошпаренные бегаем с бешеной скорость вообще игра очень красиво сделан и хорошо озвучено так как стал взаимодействовать и можно ли вообще непонятно вам давайте потихоньку разбираться посмотрите за окном это по моему что-то ненормальная но очень красивая как минимум за что игре сразу хочется поставить зачет так это за дизайн и внешний вид всего выглядит все реально красиво но не думаю что вот такая винтовая лестница это очень удобно для жителя представьте приходишь домой и минут пять поднимаешься по этой лестнице вот люди ну конечно же никого нет тут просто эхо такое вы уже услышали это что-то бездна где мы вообще хорошо вы знаете я как-то с первых кадров понял что это скорее не инди хоррор очередная какая-то философская притча именно такие игры люблю гораздо больше инди хорроров потому что они именно трогают за живое ну при грамотном подходе понятное дело мастер он эта мелодия я тоже могу ее узнать у мамы в комнате играл поэтому ты принес граммофон какое хоррор какое хоррое какое хоррое воспоминание так ладно кто наш герой кто такой астрион общее это мы взять не можем то нам и не нужно по сути что это здесь все вроде как окей да жалко не могу книжки читать я люблю читать книжки вообще я хотел бы выбраться наружу но пока что игра нам не предоставляет такой возможности так а по сути мы пробежали одну четверть этого круга давайте посмотрим что еще тут есть сколько раз тебя мама просила сесть за стол с нами и сколько раз мы слушали часами истории об этих невероятных героев хотя всегда нужно было больше снова и снова пока глаза твои не закрывались ну и видимо ты не спал хорошо печки кухня этот граммофон тоже не работает ладно вообще пока что непонятно где мы но я вижу выход ладно учтем здесь у нас есть как минимум ну ка да как минимум один выход давайте еще посмотрим что у нас здесь есть эти книги на сих пор здесь я об этом очень хорошо помню интересно кто их всех написал я помню как мы с тобой детьми брали их чтобы устроить из них замки а сегодня тебе насколько я понимаю интереснее их читать конечно книги для этого придуманы а я в детстве тоже замки строилась книг сверху ну там стулья сверху покрывала какой-нибудь и все прикольный домик соседом играли воспоминания хорошо тут есть какой-нибудь здесь нет в общем я хочу сказать что мы дойдем сейчас он до туда и напрямки пойдем к выходу ты всегда очень много работал но я не понимал зачем ты так смысл так вертеться что это тебе даст все время с этим с этой стороны трубой который ты направлял в окно но кроме горизонта разглядывать то было нечего конечно астерион это где-то внизу он хочет попутешествовать с тобой что он может хотеть от нас поприветствуй его хорошо вот эта труба который смотрел в окно так ладно давайте убираться если это и правда ваш дом то он шикарный давайте посмотрим кто же нас там ждет смотри правда кто-то стоит здравствуйте воу 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 астерион что происходит защищай себя умоляю парень какого черта вообще происходит чё ему надо от меня он вообще не отстает бежим бежим у него маска как у чумных доктор так почему твою дивизию чумные доктора я не знаю там допустим венеции помните хотя бы ближайшие ориентиры assassin's creed осталось понять как не избавиться а то я помню за я не могу выбраться я застрял проще жестокими это было странно что он хотел я не могу выбраться вам прикую наверх астерион по лестнице присоединись ко мне я вижу как они идут защите меня защите наш дом ты сломался парень я сломал тебя я просто не ожидал что можно идти в отмах на получи тогда эти игры типа outlast или amnesty настолько убедили меня в собственной беззащитности что я не думал что здесь у меня такой халк надо защищать нашу сестру с дороги мать вашу ты меня и пропустишь отсюда да а как мне проси ну давай хорошо а вот и откуда взялся и по на мать свободен до свидания свободен и по на мать вас это очень странная игра но меня по-прежнему не упускает за краж приперли меня до я не могу никуда идти мне нужно слишком много мужиков шляпах старин лестница опускается это твой единственный шанс беги я бегу спасай сестренка дороги мать вашу до какого же черта я опять застрял где моя лестница здоровье твою мать я ничего не ох 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 что происходит я не понимаю все умрем все умрем бежит бежит этому дому по моему конец вы знаете это совершенно неожиданная игра но очень крутая очень странная при этом очень странно но мне очень нравится это действительно вообще что-то непонятно как я им раздавал все увидели это было эпично хорошо давайте искать нашу сестру не дадим ее в обиду наш герой это скорее боец чем жертва один за другом они проваливались сквозь землю я даже не марал об них свои руки так а я уже играю хорошо ну то есть это не мои слова бляет пытался прочитать внизу цитату но не успел к сожалению хорошо что это есть ощущение что мне нужно держаться на свету но скорее всего это просто привычка нас как будто ведут опять да но хорошо куда-нибудь я точно выберусь куда-нибудь когда-нибудь мне кажется я еду в правильном направлении вот так вот чуйка обычно чуйка мне говорит что я иду не туда вот теперь до самого начала было ощущение того что я еду правильно это задумалась как лабиринт но мы это быстро преодолели хорошо это действительно красивая игра не в плане графика в плане графики здесь довольно печально в плане как-то художественного дизайна наверно потому что ну тут такой не каждый день ты можешь понять насколько волновалась куда ты делся это место слишком опасно видишь огонь на горизонте это твоя комната найди меня там хорошо это не это не этот фонтан нет неважно а вот и они ждут нас ну давайте сукины дети на получи хорошо чур на пусть да это не меня с вами запер для вас со мной ну вот что что вообще наш герой прописать свертушки может запросто вообще не свойственный для хоррора герой я бы сказал иди сюда по стылый смотри какой отпрыгивает отпрыгни от этого на получил неплохо мне так долетело хорошо но нам нужно двигаться дальше что это за статуя а ты случаем не нападешь на меня потому что выглядишь ровно как мой враг шум какой то да около него отходишь шума нет но удары не отвечает а других способов взаимодействия с этим миром я пока не обнаружил хорошо ну ладно давайте попробуем как то я даже не знаю что еще тут есть резервуары с водой что-то мне подсказывает на самом деле а это что такое нет что все-таки нужно что-то делать в той комнате рядом с ним но так как наш герой очень быстро бегает я предпочту проверить сначала а подожди это тут было этого тут не было значит я был прав хорошо еще один фонтан еще враги шесть штук все с ножиками напротив моего крепкого кулака и толоконного лба это все на самом деле ерунда полна ааа больно это какие то совсем уроненные хорошо так эо иди сюда ну как хочешь я сам подойду тогда да ты посмотри на эту пугань я сломал тебя так что ты не разогнешься теперь никогда так хорошо и что это нам дает где-то открылась дверь для этого нам нужно идти ааа подожди это если подумать то вот а это нет хорошо ладно разберемся я пока не вижу в этом особой логики эээ ну ладно идем куда идем новые враги новый фонтан хотя нет фонтана нет и здесь что-то совсем странное какого черта и опять выда ах сволочи ничего не вижу ох как больно ааа я сейчас упаду меня просто насколько я понял не столько убивает да сдохни ты мать твоя астерион умоляю тебя я не смогу ждать слишком долго не подвергай себе опасности беги хорошо они успели меня уколоть это очень странное путешествие но я считаю что вот такие вот странные путешествия и поддерживать мой интерес вообще каком в целом потому что если бы я играл в бесконечные call of duty и gta то надоело бы мне это еще лет 10 назад постоянно новые ощущения постоянно новые роли которые приходится примерить на себя именно за это я ценю инди-хорроры хорошо и мы судя по всему дошли что-то как-то меня честно говоря мутит или мутит хорошо что это такое почему все горит почему эти люди довольны тем что вокруг пожар япона мать можно я сюда пойду лучше я не хочу вас вы что-то в последнее время стали совсем сильные какие-то и вас слишком сложно убить сестренка ты где я почти пришел я так чувствую ох мне нехорошо либо нехорошо этому миру либо нехорошо действительно мне ой-ой-ой они пошли все за мной хорошо что же делать теперь мне нужно обойти их нет мне нужно бежать давай уходим иди сюда нет не получается не получается бить этих сволочей и теперь они стали слишком сильными уходим убегаем от них и от меня убегает последний смысл и последнее понимание того что тут происходит но по крайней мере за мной гонится один из этих уродов с ножиком и нам нужно спасать свою сестренку ты все еще тут да как же я вас ненавижу он догнал меня как же меня мотает ох совсем плохо совсем я ничего не вижу давай бро ты сможешь давай опять ты ну ненавижу вас вы кругом просто что происходит что это такое какого черта произошло только что вас опять слишком много спасите меня кто-нибудь от этих злых дяденек япона мать нас давит со всех сторон что такое стены сжимаются я не хочу этого мы горим откройте кто-нибудь пожалуйста дверь вот она все пора сказать до свидания этим засранцам ага так ладно давайте двигать дальше то что начиналось как прекрасное блуждание воспоминания вернее блуждание по воспоминаниям теперь превратилось в какой-то совершенно сюрреалистичный трип который тем не менее реально прикольный что это вот вы видите это нормально нет мост просто не пускает меня но я пройду я упертый ты че говорит тупой твердость не тупость не помню с какого это фильма ладно парни я предпочту просто уходить от вас потому что вас слишком много какого черта я не знаю зачем куда я бегу так хорошо они гонятся за мной нет они не гонятся за мной на запах еще не вижу куда-то я прибежал но место гораздо более красиво ты прорвался я недалеко отсюда последнее испытание иди ты ничего мне не сделаешь ай-ай-ай-ай-ай тихо тихо они хотят скинуть меня меня постоянно тянет в их сторону и я могу упасть это опасно реально а сейчас меня будут две стороны одновременно практически тихо я ничего не вижу в эти моменты это реально сложно ребята А их тут, видите, еще полным-полно. Но посмотрите, насколько это и правда красиво. Так, ладно. Тихо! Сейчас меня просто начнет мотать со страшной силой. Тихо! Нет, все хорошо. Теперь твоя очередь, да? Или твоя? Нет, похоже, все-таки твоя. Фу, реально сложно утешаться. Так, парень, полегче. Не нужно тебе этого. А этот особо не тянул. И этот тоже. То ли я к ним привык уже. Вот это было опасно. Давай уже, ну сколько же можно? Ты посмотри, все больше и больше. Ладно. Наркомания, что ты делаешь? Я летаю кругами просто. Эти инсталляции меня нервируют, среди прочего. Ну хорошо, допустим. Я пройду через это, парни. Можете не беспокоиться, я справлюсь. Не через такое проходили. Поэтому ваши жалкие потоги, они ничем не увенчались. Пока они удачники. Только не говори мне, что я поехал обратно. Мне нужно было... Что происходит? Ладно. Отлично. Все, слезаем. Видимо, я все-таки поступил правильно. Хотя, возможно, можно было спрыгнуть там, и все закончилось бы по-другому. Не знаю, мне кажется, нет. И это реально помотало мне нервы. Неприятная была хрень, и поначалу было реально сложно удержаться. Ну что, сестренка, хоть теперь-то я добрался до тебя. Так, похоже, что да. Кстати говоря, люди, которые хорошо знают английский, напишите в комментариях, что вот эти вот фразы означали. Потому что я не понял ни одну из них. Там что-то про искупление и тому подобное. Но я просто не успел прочитать. Но зрителям, тем не менее, будет интересно, что это за текст. Вполне возможно. Я уверен в этом на где-то так миллиона два процентов. Так что, если кто хочет помочь зрителям понять суть, и мне в том числе, то милости просим в комментарии. Хорошо. Вот и мы. Надеюсь, сестра-то там еще жива, потому что этот путь реально был очень долгим. Сестра, это ты? Отлично вообще. Ты кто такой? На заклании себя. Отправил. Отлично просто. Это очень странная игра. У меня голова быка. Ну что ж, бывает и такое. Кого я обманываю? Не бывает, что это за хренье. Не знаю, очень странная игра, но тем не менее, очень мне понравилось. Потому что тут что-то, какие-то цитаты. Вон там, Тезей до Мастериона 47-го года. То есть, реальный такой арт-хаус. Что-то такое постмодерн. Что-то еще там. Куча других умных слов, значений которых я не знаю. Тем не менее, реально интересно было в это играть. Хотя и очень странно. Но тем не менее, опять же, игра подарила какие-то свежие ощущения, свежие эмоции. И я буду очень благодарен, если в комментариях, опять же, кто-нибудь напишет, что это все значило в плане смысла. Потому что это, наверное, один из немногих разов, когда я вообще не понял, о чем была эта игра. Тем не менее, повторюсь, она мне очень понравилась. Вот такой редкий случай, когда ты не понял, и при этом было очень интересно. В общем, вот такой вот инди-хоррор, который все-таки можно назвать хоррором, скорее, не просто инди-какой-то игрушкой. Потому что, ну, блин, было жидковато временами. Да и вообще довольно любопытно. Увидимся в других инди-хоррорах. С этим заканчиваем. Спасибо, что смотрели. Мне, я повторюсь, очень понравилось. Было круто. Надеюсь, он тоже. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok